Всем привет, друзья! С вами вновь студия СтримТО, и мы рады вам показывать сегодня очередной поединок в рамках турья ТО в Солохаммер. Это заключительный поединок, где у нас состоится гранд-финал между игроками ГГБП и Форса. Никак ребята не хотят отходить от маленькой карты в игре, а именно остров. И данный бой, данный гранд-финал тоже не исключение. Ребята проведут этот матч на карте остров. Не знаю, почему они так решили все сделать, но видим то, что видим. Матч буду комментировать я, Александр Динамит, мой напарник Ваня Редпепер, но закатили к нам на сегодня и Мурл Гердов. Ваня, привет! Привет, Саня! Рад всех видеть, кто пришел на этот гранд-финал. У нас будут там конкурсы. Но про них мы расскажем в перерыве, и игра уже тут началась. Оба игрока поставили минки, прожали дроп, а ГГБП не спешил с Дашкой и получил заслуженную плюшку уже. Да, но в любом случае он получил дэмэдж как раз таки в саму броню. Получает и сейчас еще лишний дэмэдж, как-то ГГБ пока что неуверенно действует. Форс наоборот, очень агрессивно атакует и очень четко выдает урон по своему сопернику. Сейчас заканчивается у Форса броня. ГГБ немного так штурмует его и в итоге убивает Форса и ГГБ будет оставлять флаг, подбирая аптеку на центре карты. Открывает он счет в раунде, да и в матче тоже. Ну, видишь, получается, правильно сделал, что брожал дэмэджку чуть позже, чем Форс. В итоге у него у того спала, а у него и она еще была. Не многие так делают, но это действительно очень верное решение. Раньше было, конечно, 45 секунд дроп, сейчас 30 его контролировать и фиксировать где-то себе там на листике или просто в уме. Намного-намного проще, то есть вы знаете, что сейчас вот, допустим, соперник включает, выключаете эту самую броню или ддшку, неважно, не тру, через 5 секунд позже. И у вас эта самая броня или ддшка будет больше действовать, нежели вашего соперника. Как только она начинает мигать в ваши соперники, вы двигаетесь вперед, уничтожаете его и доставляете закономерно флаг. Ну, это уже будет счет 2-1. Там ГГВП очень четко проехал одну минку Форса, на которую, казалось бы, наехал бы кто-то другой, но не ГГВП. Правда, тут Форс будет сравнивать. Да и вообще, кажется, остров она такая, ну, качельная. Тяжело тут выйти вперед, если оба игрока не ошибаются совсем. Ну, по расходке сейчас ГГВП более предпочтительнее смотрится. Он очень четко отработал уже этот момент. То, что он всегда старается вот какие-то такие важные расходники в виде дд или брони позже прожимать позже своего соперника. И его это действительно спасает. Также стоит отметить тот момент, что ГГП провел последние 2 игры на этой самой карте. И я думаю, что это, наверное, некое такое сомнительное решение было со стороны Форса идти на эту карту. Тоже не знаю, с чем это связано. Потому что ГГБ имеет неплохое преимущество перед своим соперником. Разумеется, что Форс тоже не палец им делан, умеет он играть. И думаю, что сейчас мы за этими будем наблюдать. Там в конце оставалось 3 карты, и Форс черканул бумбокс. И оставалось у ГГВП выбор между Аврагом и Островом. Ну и логично, что ГГВП пошел на Остров. На Авраге Ти это 50 на 50 абсолютно. А Остров он играл и с Максей, и с Мистером Ванькой. А, нет, да. Да, вроде. Короче, он много играл на эту карту, поэтому я думаю, что он готов. Есть у него ВАЛ. Он играл не с Мистером Ванькой, а с Мистером Ванькой играл как раз таки Максей. А ККП играл вот недавно матч против Вэлла. Конечно, тяжело это назвать какой-либо игрой, потому что там ВАЛ только отыграл, грубо говоря, полтора раунда. Но в любом случае, он действительно отыграл этот матч как мог. ККП тоже его отыграл и выиграл по техническому поражению для своего соперника. Поэтому, все же, мне кажется, преимущество некое есть у ГГВП. И если уже говорить о голосовании, у нас есть некое голосование насчет этого матча. Как уже Ваня отметил, призы у нас тоже присутствуют. Мы их обязательно отметим после первого раунда. То по голосованию ГГВП тоже ведет. Конечно, не прям с большим отрывом, но 53 на 47, в принципе, неплохо. ГГВП ведет. Неожиданно для меня. Я бы за форс голосовал, если бы голосовал. Для меня форс фаворит. Если бы не карта Остров, однозначно ли. А Остров, ну, тут появляются шансы у ГГВП. Вот. И я вот точно так же думаю, что форса все же посильнее, наверное, в личном индивидуальном скеле, нежели КГВП. Но карта Остров, мне кажется, действительно как-то так сравнивает соперников. И вот это голосование, которое я сейчас озвучил, в принципе, понятно для меня. Сейчас форса, конечно, будет уходить уже небольшой отрыв. Смог он немножко так реабилитироваться. Два флажка сейчас. Он доминирует над своим соперником. Отрыв, конечно, небольшой. Но в любом случае есть в запасе минутка, так сказать, отдыха. А если, допустим, какая-то ошибка, то нужно будет ее потом уже справлять. А флаг один это еще как бы нормально. Подрывается на мини-ГГВП, но вторую-то нельзя ловить. Ой, ну, кошмар. Но форса все равно сейчас убьет. И, кстати, прикольно, что тут рикошет показывает вот свое модификацию. Это вот... Ой, господи, рикошет. Молот показывает модификацию рикошетов от этих домиков. Очень круто. И игроки часто этим пользуются. Сейчас форс остается на один высад. Он погибает вон от последнего высада ГГВП. И ГГВП намерен ставить пятый флаг для себя. А форса намерен сейчас ехать и тащить уже седьмой. Ну, форс комфортно себя чувствует. Два флага преимущества на острове. Это такой неплохой задел. Я всегда думаю, что два флага, имея перевес, можно спокойно доводить игру до победы. Если играть без ошибок, и спокойно. Да, полностью с тобой согласен в этом моменте. Сейчас форс из ГГВП пытается на центре карты выяснить, кто сильнее, кто слабее. Форса пропадает. Сейчас второй расходник в виде брони. Сейчас форса должен погибать. Если ГГВП найдет прострел, он находит прострел. Опять-таки устройство на рикошет. Сейчас... Точнее, не устройство рикошет, а просто некие особенности пушки. ГГВП смог поставить шестой флаг. Выбивает он из форса аптеку. И если удачный рез будет у ГГВП, то он успеет подобрать флаг. Но рез у него неудачный, к сожалению. Хотя... Может он отконтролить аптеку на центре благодаря этому резку. ГГВП сейчас забирает эту самую аптечку. ГГВП опять-таки сэвится. Не рискует он подбирать флаг сразу, потому что понимает, что ничего не сможет сделать. Просто сейчас возвращается к себе на базу, пытается форс убить. А форс странно на самом деле себя ведет. Мне кажется, нужно было сразу уничтожаться, респиться и потом уже с новыми силами рваться в бой. А так сейчас ГГВП поставит седьмой флажочек. И имеет он на ГГВП, по-моему говоря, как и форса. Ну, вообще... Он довольно-таки неплохой ситуацией, ГГВП. Надо было выдать еще один молот, но, видимо, перезарядка была. Просто у форса тоже нет аптеки, а по хп они равны. Получается, что овердрайвы решат, и первый включает овердрайв форс. Но наезжает на минку, я так понимаю, да, ГГВП? Да, наехала на минку, но сейчас перезарядка будет. Нет, не будет у форса перезарядки. Вовремя он смог все сделать и доставить девятый флаг. И сейчас он убегает. Пытается убегать. А, все-таки отожжался аптеки, по-моему, сейчас в этом моменте. Дамажит ГГВП. ГГВП, в свою очередь, тоже промахнулся. Имел неплохой шанс попасть, но, к сожалению, он не смог его реализовать. И в форсе сейчас заканчивается расходка. Нету ни брони, ни три, ни даже ДТшки. И ГГВП просто с этим моментом заставляет восьмой флаг. Если бы не та минка, то ГГВП бы сравнял счет. И уже была бы другая совершенно ситуация. Вот Форс налетает на минку от ГГВП. Главное сейчас не наехать в ответ на синюю мину, которую поставил Форс. Но ГГВП этого не делает. Правда, умирает. За две минуты до конца Форс контролирует этот разрыв от два флага. Да, действительно, врезается. Сейчас он отреспится. ГГВП пользуется этим моментом, включая не тру. Есть аптека на центре карты. И сейчас ГГВП дает предпочтение, чтобы ее забрать. И это правильное решение. Но придется при этом, конечно, побегать со своим соперником. Потому что Форс только будет на руку. А действительно ведет он в два флага. И ГГВП придется бегать, чтобы вернуть флагочек и сократить это самое расстояние. На один выстрел остается Форс. И ГГВП надо поехать и убить. Ставит он минку, а Форс забирает дашку. Тоже, в принципе, неплохо. Но тут как бы в любом случае Форс умрет, тут бежать-то ему некуда особо. Но успел выдать молот, дамаг... Но если сейчас с респом повезет, нет, все-таки. Хотя с респом, в принципе, повезло, но слишком долго он с респом, но сумел быстро уничтожить ГГВП. Как раз-то вот закончилась броня и Форс сейчас весь от лишнего дэмэджа будет доставлять флаг. ГГВП даже, наверное, не попытается выдавать. И Форса, кстати, зря. Он сейчас здесь играется с ним. Надо было все-таки ставить, потому что время-то у нас не бесконечный, а 30 секунд, и лучше иметь перебес два флажка, нежели в один. Ну, тут уже можно сказать, что ГГВП, скорее всего, выиграет первый раунд. Ой, Форс. Форс выиграет первый раунд, конечно же. Но, знаешь, это такая особенность ГГВП. Он слабо начинает постоянно свои матчи. С Ауфа он тоже слабо играл первый раунд на песке. Сейчас Форс очень четко играет, но в конце все-таки погибает от молота ГГВП. ГГВП поставил 10-й флаг, и на этом первый раунд у нас заканчивается. Форс побеждает со счетом 11-10. Перевес, конечно, небольшой, но победа значительная. Ну, мы видели, как ГГВП умеет отыгрываться по ходу поединка, так что, я думаю, все нормально. Да и этот раунд был напряженный, там мог перевернуть ГГВП игру где-то в середине раунда. Кстати, зря он вышел. Овердрайв-то накапливается, или это тактика какая-то. Возможно, от ГГВП. Можно рассказать про розыгрыши, пока у нас есть время. Саня, расскажешь про них? Да, вот как раз-таки я сейчас нашел полную информацию о сегодняшних розыгрышах. Как вы знаете, кто еще не подписан на нашу группу ВК, то обязательно это сделайте. Для чего, собственно, это нужно сделать? Потому что среди тех, кто подписан на нашу группу и сделает репост главной нашей записи сегодняшнего матча, то будет возможность у вас выиграть 30 тысяч кристаллов. Будет 3 места, 1, 2, 3, 1 получит и 15, 2, 10 и 3, 5 тысяч кристаллов. Так вот, те, кто сделает подписочку на группу ВК, а также сделает репост этой записи, смогут поучаствовать в этом самом розыгрыше. Также, тот, кто успел уже заполнить форму, тоже она была у нас в группе ВК, до 8 вечера, уже, к сожалению, вы не успеете это сделать. Но ничего страшного, кто успел, тот молодец. Так вот, кто успел заполнить форму и подписаться на наш канал, они будут участвовать в розыгрыше. Тоже, довольно-таки серьезного кристального фонда. Вам нужно, конечно, было проголосовать, кто победит в этом матче. Это немножко другое голосование, которое не связано с ВК, именно форме. И там есть у нас тоже 3 ключевых и главных, так сказать, приза и места. За первое место вы получите 50% фонда плюс 15 голдов плюс 20 припасов, ну, разумеется, кроме голда, а также премиум на 24 часа, то есть на сутки. За второе место вы получите 30% фонда, 10 голдов, а также 10 припасов. Опять-таки, разумеется, без голдов. Ну и за третье место вы получите 20% фонда и 5 голдов. Таким образом, у нас сегодня будет 6 победителей, 3 победителя из формы, которые вы заполнили до 20.00 сегодняшнего дня и сегодняшней даты, а также 3 победителя с ВК. Поэтому дерзайте и думаю, что у вас все получится. Обязательно, вот еще кто не подписался и не репозил запись, в ВК у вас есть без шансов. Мы, тем временем, возвращаемся уже на карту, потому что у нас КГП намерен ставить первый флаг. Ну и ДАшка выпадает, ее тоже надо контролить. Ну и, как и в первом раунде, КГП выходит вперед. Есть, правда, аптека на центре и ее Форс уже будут забирать. Кстати, а Форс сыграет, получает без устройства на 5 выстрелов. Ну, по-моему, это очень сомнительно. Ну, он сейчас просто выдал 2 и потом... Ну, смотри, у него сейчас третий выстрел. Да, он не стреляет. Да, да. Четвертый выстрел. Ну, это первый, второй, и сейчас он должен стрелить. Да, он играет на 3 выстрелов. Интересно. Получается, накучность взял устройства, чтобы повысить все дамаги. там можно ставить одновременно два устройства. Он предпочитает более быстро шевелить башни, насколько я понимаю, нежели вот... а подожди, там же на перезарядку. То есть, он хочет быстрее перезаряжаться, нежели иметь плюс два дополнительных зарядов в обоим. Очень интересное решение. Посмотрим, сможет он как-то его у нас оправдать. И в первом раунде я не помню, или он играл с тремя, или с шестой, с писью. Ну, скорее всего, тоже с тремя. Не, ну, любопытный фактор. Но, я так... Ну, хоть и какое-то устройство он же должен был взять, правильно? Там, накучность, получается, Ну, я думаю, что он... Да, накучность, то есть, на дальность это устройство 100% есть, потому что башня крутится медленно. Вот именно эти плюсы и минусы данного устройства. Но, три снаряда это что-то новенькое. Я, кстати, задавался вопросом, почему сейчас никто не уязвает это устройство. Понятно, не устройство, а просто по умолчанию. Потому что это тоже некий новый, так сказать, фактор и новые характеристики. Можно передамажить и переиграть своего оппонента, потому что каждый знает, что как бы он играет с пятью, а здесь он три выдает, потом уходит на перезарядку и потом добивает. Не стало. ГРУП юзать овердрайв, а также овердрайв появляется и у Форса. Ну и посмотрим, кто сильнее. Я... правда, вот тут ГГВП еще контролит аптеку на центре, что в целом неплохо. Ты знаешь, мне кажется, на такой карте три снаряда даже намного лучше, чем пять. Потому что перезарядка все же с пятью намного дольше и приходится кто-то новенькое нам показывать, а ты ушел с пятью где-то за стеночку и ты уже бессильный против трех. Там намного быстрее перезарядка, когда у тебя три снаряда и за счет этой перезарядки можно очень сильно передамажить, учитывая, что такая маленькая карта действительно. Ну, значит, Форс абсолютно прав, и он молодец. Но пока равная игра. Нет у него кое-комущества, флаги возятся туда-сюда, и даже в airdrive не вывели сильнейшего. Ну, будем смотреть дальше, что будет. Пока 4-4. Да, счет у нас пока что равен, никто из соперников не может выделиться по счету, разумеется. По игре, конечно, Форса немножко, мне кажется, лучше смотрится. Именно если учесть плюсы и минусы первого раунда в втором раунде пока что сложно сказать. Главное, на мины не наезжать в ГГУП, как он делал в первом раунде. А иначе можно и прыгать. Вот сейчас Форс выходит вперед в первый раз в этом раунде и уже, я думаю, с позиции силы будет действовать. Стоит у него две хорошие очень мины, сбивает прицел на выкате и очень четко Форс играет. Да, он сбивает прицел, но если бы он не сбил прицел, скорее всего, ГГУП наткнулся на мин. Поэтому, на самом деле, спорное решение, но в любом случае, сбитый прицел намного красивее смотрится, нежели наезд на аминку. Аптеку не решается контролить Форс, предпочитает побегать за домиком. Ну что ж, его право. Да, что тут распадает с ГГВП, но он может успеть забрать ту, которая лежит. Да, и видишь, какой огромный урон прошел под ГГВП. Очень странный решение. Он сейчас минимально ой, две мины просто сейчас ГГВП лоббит и Форса может уже отрываться в три флажка. Вот это, наверное, тот самый момент, когда ГГВП пожалел о том, что поехал именно тем фланком. Вообще-то, он мог увидеть эти три мины, которые там стоят, но он же почти респился на них. Почему-то не уследил за этим. Ну, видимо, что-то да. Не доквозил, не досмотрел и наткнулся сразу на две мины, которые стояли в районе дроп-зоны красного ящика именно ДД-шечки. То есть, очень неплохо. Он схватил там урона. Он даже... Нет, одну он все-таки выдержал, а со второй и опять наезжает на мину. Но эту мину он 100% видел. Просто сейчас хоронит себя. ГГВП. Конечно, время еще есть, но отрыв 4 флажка это очень-очень серьезно. Это серьезно еще из-за того, что ты играешь против Форса и ты играешь в Гранд Финале. Не забывай про это. Это не нуб какой-то на 1.64 стадии, ну или на 1.16, допустим, игрок среднего уровня. Это все-таки финалист рикошеты и молоток. Одновременно. Нет, Форс занял третье место в рикошете. Я немножко собрал, проиграв там ветерану, будущему чемпиону. А тут ГГВП конечно будет бороться за победу, но Форс объективно посильнее. Но пока что это действительно так. Ставит он уже 9 флаг, отрываясь по плечам на 4 флажка, а ГГП все пытается найти какие-то моменты стороны Форса, которые смогут ему помочь обыграть его, потому что у него это сложно получается, очень тяжело и Форс сейчас появляется намного раньше ГГДрайб, благодаря тому, что он смог доставить плюс 2 флажка, а ГГВП в это время просто уничтожался на минах. Ну вот, снова почти уничтожился, но из-за того, что он заметил мину, он пропустил выстрел Форса. Не знаю, но ГГВП уже который бой, я помню от него еще другой поединок в верхней сетке, где он хоронит сам себя за счет минок. Он постоянно наезжает на минки, из-за этого у него большие проблемы. Если сейчас на мина наезжает. Но это не первый бой. И еще давай. Я помню в конфе, я собрал их конфу, и он перед каким-то боем пообещал, я буду очень внимательным и буду следить за каждой минкой. А так он даже писал, он сам знает про свою слабость. А к сожалению, я так понимаю, он изменил вооружение, он отдел снял устройство. Я думаю, что он подумал, что если Форс нагибает без устройства, то я тоже буду нагибать без устройства. Но когда обычно так поступают противники, мне кажется, что это уже как раз таки конец. Потому что они точно так не тренировались, они точно так не играли. Просто не увидели какое-то новшество от соперника и понимают, что он нагибает меня с этим множеством, почему бы я не одену точно так же, как он играет. Но в итоге никакого буста и прироста к скилу это никак не влияет и никак не добавляет. Ну, Форс очень сильный в молоте. Он не потерпел ни одного поражения пока. Ну, и я так понимаю, счет в гранд-финале будет уже 2-0 пользу. И он очень легко со всеми разбирался, с Веллом в финале как-то слишком просто ли него это было. Хотя там был один раунд еще, но это особо ничего не меняет. Сейчас ККП наконец-то смог уничтожить Форс, было целых пять минут Форс, и сейчас ККП немножко так почистил это минное поле и сумел достать уже шестой флаг. А3, конечно, просто огромный, в целых восемь флажков, за минуту будет очень сложно это сделать, фактически нереально, и скорее всего ККП как раз-таки ничего не сможет сделать. Ну, максимум, что он поставит 2-3 флажка, и на этом черед остальных в этом раунде для него будет закончен. Получается, Форс побеждает нас сейчас в матче со счетом 2-0, 2-0 будет через минуточку, и третий раунд станет решающим для КГВП, сможет он одолеть или нет, будем смотреть. Чтобы ты представлял, и наши зрители, Форс до гранд-финала дошел, не проиграв ни одного раунда, и всех своих соперников он выигрывал со счетом 3-0. с Велом ошибся, он тоже 3-0 выиграл, то есть вообще непобедимый человек. ну это серьезно на самом деле, это очень круто, не проиграв ни одного раунда, верхней сетке пройти вот так вот, причем соперники были не из легких, но серьезно намерен форс выигрывать и побеждать, поэтому 3-0 это закономерный счет для него, он не хочет просто никому отдавать какой-то бы ни был раунд, и думаю, что гранд-финале нам постарается точно такую же игру показать, как на протяжении всего турнира, остался ему как раз таки один раунд, осталось ему это по этом раунде победить, как он это делал уже и до этого первым в 1.16 был повержен х1-2-3 потом он выиграл Лансерта, потом Белеку, потом Ваньку, потом Велла, ну и теперь на очереди ГГВП, ну собственно откровенно говоря, если так ГГВП продолжит ловить минки, то 3-й раунд будет понятен его исход, ну вот серьезно, ГГВП из-за минок проиграл этот до того как он начал ловить все минки подряд счет был ничейным а вот когда он там два раза ушел нарез из-за минок тупо наехав на них то счет стал уже 9-5 вроде 3 флага стало или 9-6 какой-то такой был счет но когда начал наезжать на минки стал счет 4 флажка плюс для форса так было 2-0 по флажкам пользу форса так стало 4-0 ну а потом понятно было что просто форса на скиле переигрывал и на морали конечно свои оппоненты полностью задизморалился пошел в гараж переодевать точнее снимать устройство что тоже никак не повлияло положительно его игру и короче просто заруинил себе катку во втором раунде сейчас конечно будет пытаться исправляться но все про все у него будет ровно 10 минут и за эти 10 минут он должен просто вложить себя максимум ну посмотрим я думаю форс не хочет проигрывать и раунды в этом вот именно учитывая что ни одного раунда не проиграл то ггвп будет очень сложно что-либо противопоставить ему оппоненту но в очень хорошей форме форс в этом сезоне как мы с тобой об этом уже и говорили еще по-моему в рикошете говорили что форс очень крутой а тут он прям очень жесткий в громе также принимает участие завтра мы будем транслировать уже игру форса против стрелка 90-х полуфинале грома поэтому приходите завтра у нас уже начинается третий раунд да начинается у нас третий раунд решающий раунд как таки для ггвп у скорее больше для ггп не жили для форса для форс он тоже значимый поскольку нужно либо ничего сыграть ну короче говоря не проиграть сможет он сейчас это сделать или нет будем наблюдать но первый флаг в любом случае подоставлен как раз таки за форса забирает он всю расходку с пола и доставляет первый флаг форс еще очень круто сбивает прицел ггвп вот были моменты когда минка это понятное дело хорошо что не умер сейчас ггвп но он близок к этому один молот остается выдать форсу и это будет второй флаг что скорее всего таки будет но ддшка спала поэтому надо выдать еще один и это 2-0 вот такого от начала а сразу плюс два флажка побеждают нас форс принимается на решение не сомничтожаться не выпрягивать за пределы карты ну я бы на его месте наверно все же сомничтожился потому что без аптечки сложнее будет воевать но видимо из-за минок все-таки он предпочел остаться и за счет минок попытаться обыграть ггвп почему бы и нет они по хп почти равны сейчас ггвп наедет на одну какую-то шальную минку и все как-то так ведешь и форса на лоха по поехал просто как его поэтому что у него есть аптека но он видимо просто хотела отвести флажок поближе к саму риску чтобы средства если что подобрать да да я думаю пытался это сделать ну и соответственно у него он выдал дэмэдж но к сожалению рез был долгий там не тра не откулдаунилась у бгвп обратно но странно что у форса фул расходка он не наезжает на мин и если честно у форса есть еще и аптека поэтому вообще тяжелая ситуация сейчас форс вообще странно себя проявил в этом моменте кстати форса тоже почему-то активировал овердрайв вместо того чтобы активировать аптеку а он две минки поставил там они вот видишь там почти почти вместе стоят две минки поэтому ггвп если будет неаккуратен то наедет на них и с другой стороны тоже две минки почти вряд стоят очень крутые мины на самом деле от форса то он пока что без минок справляется на все сто процент со своим соперником очень легко дается им этот раунд учитывая то что первый трое раунд намного так сложнее начинались и ггп более жесткую игру показывал сейчас ггп просто на двух минках отправляется на респаун и форс составит 6 6 флажочек делая счет в раунде 61 но здесь уже что-либо сложно говорить мне кажется что это полная доминация со стороны форса и побит в этом матче или нет но здесь думаю что явно только первые да тут как бы доминация форса во всем турнире то в целом однозначно поэтому я не знаю поздравлять наверное возможно рано еще с победы но откровенно говоря если посмотреть на базу ггп то есть сейчас если он не убьет форса будет у него огромные проблемы убьет он слава богу форса потому что потом респится на мильном поле это не самое хорошее занятие и форс тоже на минку ггп наезжает правда форс будет ставить седьмой флаг я не знаю по моему отыграть 6 флагов это при том что форс не привезет ни одного нереально даже притом условия что это остров но как это ггп будет делать я пока не понимаю еще и минка стоит другого по должен был видеть но я думаю что это минка 100 процентов заметил ставить форс а ну ладно мой ой ну здесь уже понятно просто вот действительно понятно что ггп потерял концентрацию по окончании с течением второго раунда крайне сложно ему дается сейчас засадать ложки в третьем но любом случае время это у него имеется сейчас проезжать мимо брони конечно повезло что форса промахнулся если просто попадал немножко неуклюже сыграли сразу два игрока но ггп все же флаг доставил но нами на 5 наехал 8 4 да ггп сокращает отставание но за пять минут двести пять флагов будем смотреть конечно ггп не сдается самое главное доигрывает до конца это за это надо его похвалить безусловно но я бы вышел реально вот после того как я постоянно наезжал бы на минке раза три-четыре и терял бы на этом флаге я бы чисто по морали просил просто дико поэтому не знаю как ходит ой ггп держится еще в этом плане респект ему и уважуха ну до играть матч просто до конца сейчас кстати он от оставляет уже пятый флаг сокращая рассвет до 4 флажков когда было 16 это более жестко смотрелось сейчас и неплохо сбивает так траекторию движения форса прям на минувы ггп но ггп сейчас находится не самая ловко для себя ситуации находится на ловко пей будет погибать сейчас вот молота форса что и собственно происходит и форса заставляет десятый флаг два раза сейчас он имеет преимущество над своим соперником ггп общий счет в раунде 10 5 в матче 20 это общего счета в матче 30 осталось подождать нам буквально четыре минуты чтобы даже если ггп сильно захотел но будет очень-очень крайне сложно справиться с таким сильным соперником да если бы против ггп играл какой-то иной соперник но не форс тогда бы еще поверил в победу этого игрока здесь здесь да молодец форс я че чем еще можно сказать в рикошете третье место в молоте победа осталось посмотреть какое место он займет в угроме но игра от него конечно очень сильная научиться что прошлом году порция занял второе место в громе то думаю что где-то точно также среди призовых форса обязан просто отойти внешне очень интересный поединок уже будет у нас завтра где он состоится не знаю еще на какой карте но думаю что что там интересное сто процентов будто форс под играть против стрелка как мы уже успели сегодня отметить ну вчера и когда я собрал конфуста стрелком стрелок буквально потребовал от меня трансляции хотя и сам собирался и делать и сказал что просто так без боя форса не сдастся поэтому я очень надеюсь на хорошую игру завтра но стрелок вообще сам по себе неплохой игрок он всегда показывает стабильную игру конечно не прям такую скилловую как форса но он стабильная игра он постоянно выходит плей-офф его можно сравнить с тем же самым билета потому что билета тоже неплохо играет всегда было выходит каждого из то в соло турниров стрелок точно так же во всех просто турнирах неплохо играет но до призовых мест пока что него не удавалось дойти но база знания и сделала у него конечно присутствует ну стрелок в принципе на громе неплохо играет он кого-то довольно таки неплохого выиграл по моему в одной четвертой если я не ошибаюсь вспомнить бы ника сейчас посмотрю но прошлая игра у него была сто процентов я помню с грином с esports player да вот и он тогда на перекрестке выиграл его и esports player не такой простой соперник конкретно на громе вроде как грин неплохо играет на этой пушке а грин в принципе неплохо себя проявляет на этой пушке просто скажем так всякую загвоздка о том что esports player не тренировался знаю что стрелок неплохо так проводит время на первом сервере и тренируется каждый день результат как бы у нас на лицо то что он победил это действительно верное ожидание как пытается а ггвп зато предстоит играть против вэлла попытная у нас будет развязка завтра некая дежави у нас будет ггб с вэлом потому что они встречались молоте и там не все так ладка закончилась со стороны вэлла не смог он продолжить бои заранее проиграл позам и массе возможно вот как раз таки в громе построить завал уже реабилитировать себя и свой нагиб и показать нам ту самую игру которую он должен был показывать еще молоте